Работали много, напряженные и не без проблем. Таков основной итог 2019 года, по мнению властей Барнаула. Еще до угрозы коронавируса, краевая столица столкнулась с серьезным испытанием с снегопадами. Стало ясно, систему очистки дорог надо менять, а техники и дворников нужно больше. И это лишь одна из проблем, которые Франко звучал и которые предстоит решить. Осталась нерешенная проблема обновления автопарка. Соответственно, проблема улучшения качества обслуживания пассажиров не решена. Коллеги, считаю необходимым применять в городе стратегию развития общественного транспорта, документы с конкретным алгоритмом действий, сроками исполнения и ответственными за каждое направление. А еще расселение из ветхого аварийного жилья, ряд других вопросов. Впрочем, есть и достижения. Принят генплан Барнаула. Успешно реализованы нацпроекты, программы, в том числе по комфортной городской среде. Обновлены дороги, введены новые объекты в туркластере и многое другое. А по темпам роста заработной платы Барнаул один из первых в Сибири. В итоге даже оппозиция, не без критики, конечно, новоиспеченного мэра, решила поддержать. В городе как было много проблем, так и были положительные моменты. И это можно бесконечно обсуждать. Поэтому на фракции принято решение поддержать отчет. Большинством голосов отчет в итоге был поддержан. Кстати, в обсуждении не обошлись стороной угрозы пандемии коронавируса. Франк признает, времена настают непростые, но основные программы никто не отменял. Все то же самое у нас с вами остается. Мы делаем дороги, строим садики, занимаемся ветхим аварийным жильем. Все те программы, которые были намечены, они должны достойно продолжаться. Одна из ближайших задач, пояснил мэр, исполнять, возможно, корректируя бюджет текущего года и планировать доходы и расходы следующего. Тем более, что большинство целевых программ рассчитаны на несколько лет. Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком.